Я дорожественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг. Честно исполнять свой врачебный долг. Негласные до этого долг учителя пытаются прописать в законе. Теперь уже и у нас. Учителей пытаются обязать давать клятву на верность профессии. Правда, не всем, а только новоиспеченным. К слову, для России это не прецедент. В Ульяновской области клятву приняли год назад. Выпускники Алтайского педвуза, студенты старших курсов пока не видят ничего страшного в том, чтобы присягнуть профессии. Была клятва Гиппократа, да, и получается учитель – это такая же важная профессия, как и профессия врача. Будущее страны вообще же зависит от нового поколения, а новым поколением как раз-таки занимается у нас учитель. Педагог недооценен как профессия, то есть это превращается уже больше как человека-услугу, так скажем. Как раз-таки не хватает почета этой профессии, не хватает осознания обществом важности педагога. Обязанность давать клятву прописали в проекте краевого закона о статусе педработника. Под него подведут все права и обязанности учителей. Здесь уже знакомые компенсации услуг ЖКХ, право на санаторий. Здесь же пропишут, как поддержать учителя организационно, закрепить в профессии молодежь, а еще нормы этики, меры поощрения профессионалов ждет знак почетный учитель края, новичков, клятва. В законопроекте даже есть пример на ее текст. Торжественно клянусь, направлять знания и умения на пользу обучающихся, быть всегда честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края. В Краевом Минобре подчеркнули клятва, не попытка формализаторства. Каждая школа, возможно, примет свой текст обращения. Ритуал будет проходить в торжественной обстановке среди коллег. Узнав о такой идее, общественность Барнаула взбудоражилась. Многие назвали ее не слишком удачной. По мнению горожан, лучшим мотиватором для будущих учителей стало бы повышение их материального вознаграждения. Каким же образом клятва улучшит социальное положение учителей? Бред! ЗПМ поднимите! Первые полтора года, когда я работала, моя зарплата была очень маленькая, охранник в школе получал больше, чем я. Но сейчас за счет стимулирующих, то есть если ты работаешь, тренируешь детей на Олимпиады, живу на работе 29 часов в неделю у меня нагрузка, плюс надомник. Александра в школе 3 года и искренне горит любимым делом. Признается, гореть из дома родителей проще. Живи одна, сама себя бы не потянула. Поэтому воспринимает работу скорее как хобби, в хорошем смысле. Она тоже уверена, статус педагога требует внимания, но и поддержки тоже. Один из сотрудников педвуза сказал, что давно пора ввести доплату за магистратуру или красный диплом для помощи молодых учителей без стажа. Но их слова не слышат. Это не будут большие деньги. Никогда учительство в России не было богатым. Вот, например, к 100-летию гимназии практически каждый учитель у нас получил свою награду, начиная от поощрений районного уровня и заканчивая федеральным уровнем. То есть для нас это было важно. А премию все получили одинаково – тысячу рублей. До второго, а может там и потребоваться и третье чтение, мы еще и еще будем спрашивать мнение наших коллег, алтайских педагогов, мнение педагогических работников вузов для того, чтобы сделать этот закон понимаемым, принимаемым. В КЗС нам сообщили, что основная работа по законопроекту начнется после принятия первого чтения. Оно пройдет в конце декабря. А уже в этот четверг профессиональное сообщество встретится с авторами идеи, чтобы обсудить детали нововведения. К примеру, по мнению профсоюза педагогов, неправильно законодательно обязывать учителей клясться на верность работе. Достаточно дать обещание при приеме. В каком виде профессиональное учительское сообщество решит присягать профессии, расскажем в ближайших выпусках. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.